Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Мне поступил очень интересный комментарий от зрительницы, которую я знаю давно. Она давно на моем канале. Она подписана на мой второй канал, который пока посвящен только минимализму и только уборке. Скорее всего, так оно и будет в будущем. Комментарий о том, что я сказала в своем видео, накладывая на монтаж свой прекрасный голос. Я сказала, что раньше меня удивляло, почему люди на рынок здесь в Италии одеваются красиво. Мне было написано в достаточно интересной манере, что вы раньше думали, что только в магазин Гуччи нужно наряжаться, краситься, причесываться и так далее. И этот аспект меня очень заинтересовал, потому что я хочу объяснить. И я думаю, что очень многие меня поймут, очень многие узнают себя в той ситуации, в которой я находилась много лет тому назад. Почему я, допустим, на площадке? Здесь в Италии площадки достаточно чистые, но дети есть дети, они что-то покопают, что-то потрогают, что-то поедят. И на тебя всегда может что-то это перенестись на твою одежду, на твое прекрасное белое либо розовое пальто, в которое ты решила сегодня нарядиться, чтобы пойти опять же на площадку, в супермаркет, отвезти ребенка в сад, либо на тот же самый рынок. Так вот, я написала, что на самом-то деле меня не удивлял сам характер места, куда нужно наряжаться, либо не нужно наряжаться. Но меня, скажем так, останавливало, как, наверное, большинство людей, которые родились еще в Советском Союзе, которые помнят, что такое дефицит, дефицит с одеждой и так далее, и так далее, которые помнят, когда одежда в твоем родном городе, точнее, ну, не мой родной город, в город, в котором я жила. Это была Москва, стоит в 4-5 раз цена на какую-то одежду выше, чем та же самая одежда того же самого бренда, но, допустим, здесь в Италии, ты эту одежду бережешь, ты относишься к ней, на самом деле, несколько иначе. Я рассказывала, что, приехав сюда в Италию, мне стоило именно больших усилий отказаться от этой привычки беречь свою красивую одежду на выход. Так вот, могу сказать, что меня никогда не смущало само место. Я человек, рассказываю, который и на площадке мог постоять на каблуках. Вот, на самом деле, у меня были такие моменты, мне хотелось вырядиться, принарядиться, и я всегда знала, на самом деле, зачем я это делаю. Когда я наряжалась, мне было не лень, и стояла рядом где-нибудь с песочницей, это происходило крайне редко, я видела, как на меня смотрят другие мамочки. Я видела, как они хотели бы так же однажды выйти. Многие, кстати, выходили так же потом, потому что, ну, ты по-другому себя ощущаешь, когда ты приезжаешь вдруг на площадку, просто потому что ты не успела переодеться. У меня и в Италии, кстати, здесь такое было. Ты просто не успеваешь переодеться, не успеваешь снять макияж, свои красные губы и так далее, и на тебя смотреть несколько иначе, ты чувствуешь себя несколько иначе. Так вот, меня никогда, в который раз говорю, не смущало место, куда ты наряжаешься. Но меня смущал тот простой факт, что, да, накладывая фрукты, овощи, картошечку, там, не знаю, в супермаркете, на том же самом рынке, в свою сумочку, ставя ее на весы, ты испачкаешься. Беря ребенка на руки, который только что упал, расстроен, ты, конечно же, его возьмешь, чтобы его утешить, и он обувью тебя может испачкать, он может тебя испачкать руками, чего угодно может тебя испачкать. Все это, именно все это останавливало меня от того, чтобы, что называется, наряжаться. И как я часто говорю в своих видео о минимализме, я поменяла кардинальное отношение к вещам. С одной стороны, да, у меня есть эта коллекция, доносить и выбросить, мне жалко мои вещи, я их берегу, я стараюсь по максимуму выбрать их ресурс. Прежде всего, я это делаю для себя любимой, чтобы у меня, когда я от этих вещей избавлялась, каким бы то ни было способом, чтобы у меня не было сожаления, чтобы я знала, что я для себя ресурс этих вещей выбрала практически на все 100%. Так вот, теперь могу сказать, что я и отношение к вещам поменяла, и я теперь наряжаюсь, когда мне хочется наряжаться, неважно, куда я иду, посылку отправлять, я рассказывала, я делала отправки, переправки и так далее, на рынок я иду. Иногда я, кстати, меня можно увидеть, даже я снимаю свой стрит-стайл, то есть я знаю, я буду стоять на холоде, я буду стоять 3 часа, но я надеваю каблуки, потому что мы потом сможем по нём куда-то перекусить, да, и просто мне хочется вот таким образом сегодня выглядеть. То есть я больше, прежде всего, не берегу свою одежду. И когда я говорила в том видео, что меня удивляло, всегда удивляло, а теперь поражает и восхищает, что итальянки на рынок за лучком и за картошечкой идут красиво одеты, идут в дорогой действительно одежде, меня восхищает и поражает прежде всего это. И я считаю, что когда мы становимся модницами, когда мы ощущаем себя фэшн-смелыми людьми, нам нужно совершенно точно поддерживать и культивировать в себе вот это отношение. Красивая одежда, она для нас, мы покупаем ту или иную вещь. И здесь, внимание, очень многие смогут совершенно точно осознавать, сколько они готовы потратиться на ту или иную вещь, сколько они готовы заплатить за сумку, либо отказаться от этой покупки просто потому, что они хотят с комфортом этими вещами пользоваться. Я, например, в определенный момент осознала, что я не хочу сумку дорогую, потому что я знаю, что я не буду ее носить в повседневной жизни. Я хочу что-то попроще для того, чтобы всегда сумка была со мной. Либо с обувью такая ситуация у меня была. Мне хотелось хорошо выглядеть на детских площадках, я постоянно ездила на велосипеде, из-за чего моя обувь левая все время, потому что левой ногой отталкиваешься, когда ставишь ноги на педали, всегда приходила в некодность за какой-нибудь месяц. Я поняла, что я больше не хочу, допустим, себе обувь тот, как бы удобная она для меня не была, какой бы красивая она для меня не была. Я хочу обувь себе попроще, но такую же красивую, и, к счастью, в Италии ее можно найти, просто потому что мне хочется использовать эту обувь, носить ее, не жалеть, не думать о том, что там с моей левой ногой, когда я отталкиваюсь, когда я торможу, когда я леваюсь своей ногой. И так связано с очень многими вещами. Я, например, полюбила бижутерию отчасти тоже поэтому. Мне хочется выходить на пляж в моих сережках и не думать о том, что сережка может у меня элементарно потеряться. Все, я думаю, прекрасно понимают, что в песке найти потом будет невозможно. И так, на самом деле, с очень-очень многими вещами. Могу сказать, что если вы поменяете свое отношение к себе в вашей дорогой одежде, в вашей качественной и красивой одежде, вы сможете также наверняка поменять отношение и к вашим покупкам, к вашему бюджету. Я знаю, мне часто пишут зрительницы из комментариев, я вижу, что очень многим сложно бороться со своим потребительским голодом, сложно бороться со своим желанием купить себе новую блузку, юбку и так далее. Хотя гораздо проще и гораздо эффективнее пересмотреть то, что есть уже в гардеробе, составить любимый комплект из того, что уже есть. Я, по собственному примеру, знаю, что это действительно принесет большего удовлетворения. И, как правило, именно на наших полках и на вешалках уже имеется то, что 100% нас украшает, потому что эти вещи были выбраны по определенным причинам. В то время, когда мы просто хотим что-то для души себя порадовать, на ком-то красивое увидели, увидели очень часто это не что иное, как спонтанные, необдуманные покупки, которые не позволяют нам видеть свое отражение в зеркале реально. То есть нам что-то не идет, но мы закрываем глаза, да ладно, разносится, поносится и так далее. Так вот, могу сказать, что да, вы и отношение к тому бюджету, который вы закладываете на вещи, тоже поменяете. В определенный момент я поняла, что я не хочу себе пляжную одежду. Когда-то я рассказывала, доча Габана к моей огромной радости выпустила пляжную коллекцию, до сих пор продолжает выпускать. Очень много красивых хлопковых блуз, но я поняла, что это не мое. Походив в этой одежде, я поняла, что я хочу другую одежду. Я хочу одежду с рынка, я хочу одежду за 12 евро, какую-нибудь булузку, какой-нибудь кафтан, тунику, тунику. Не знаю, как правильно ставится ударение на русском языке, для того, чтобы, в общем-то, смять, бросить куда-то. И даже если я ее потеряю, кто-то ее унесет, либо ветром сдует, я не буду особо расстраиваться и печалиться. Поэтому, дорогие мои зрители, желаю всем фэшн-смелости, желаю всем решимости, желаю всем действительно выглядеть прежде всего хорошо в повседневной жизни. Потому что стильные мы особо, либо не очень. Как раз-таки представление наше собственное о нас самих формируется, у нас же самих, а также у окружающих, прежде всего, исходя из того, как мы выглядим каждый день за самыми обычными повседневными делами. Я часто говорю, за 100 евро одеться сложно, но возможно, а за 1000 евро может практически каждая. И также я часто говорю, что, в общем-то, когда мы имеем возможность принарядиться, принакраситься, час времени посвятить себе встать на каблуки и однодеть вечернее платье, ну, практически каждая будет красавица. А вот в повседневной жизни выглядеть хорошо, классно, стильно, и так себя чувствовать, это гораздо сложнее, чего всем и желаю. Это была Инна Скорцова, увидимся очень скоро, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok